Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. Я обожаю домашний хлеб. На мой взгляд, аромат свежей выпечки не сравнится ни с чем. Более того, этот аромат мне вообще кажется каким-то нереальным, потому что берутся самые простейшие, я бы сказал, примитивные ингредиенты. А на выходе мы получаем... Сегодня я хочу приготовить сразу два хлеба, даже три. Обычно тесто я вымешиваю планетарным миксером. Однако, если у вас такого нет, ничего страшного. Вымесить можно руками, а можно вот таким вот кухонным комбайном. Давайте приступим. Все пропорции я укажу в описании видео. Отмеряю сюда 500 граммов пшеничной муки высшего сорта. Попробуйте сначала приготовить из такой, а в другой раз использовать муку первого сорта или даже второго и сравнить дрожжи. В этой пачке у меня 25 грамм. Разделю пополам. Одна половина пойдет в один хлеб, а вторая в другой. Я не сказал еще. Один будет молочный, а второй горчичный. Дрожжи слегка перетираю с мукой. Просто для того, чтобы их потом было проще в тесто вмесить было. Соль в муку лучше добавлять мелкую. Быстрее растворится и равновернее по тесту разойдется. А теперь молоко комнатной температуры. На самом деле температура здесь особенно не важна. Наливать именно теплое молоко смысла особого нет. Дело в том, что оптимальная температура для дрожжей 28-29 градусов. Именно при такой они наиболее эффективно работают. Однако, чем дольше время брожения, тем больше успевает набрать хлеб за это время и вкусов, и ароматов. Начну вмешивать. Поэтому, если вы нальете теплого молока, то время брожения сократится. А зачем нам экономить время, при этом жертвуя богатым вкусом хлеба? Теплое молоко, теплая жидкость вообще оправдан тогда, когда мы готовим сдобную выпечку. То есть вкус в нашем изделии будет формировать именно сдоба. Но с хлебом торопиться не надо. Оставьте его в покое, дайте ему пожить своей жизнью, и он вас вознаградит обязательно своим великолепнейшим вкусом. Ну вот, вымесилось. Смотрите, какое оно. Видите? Отлично. Если вы будете месить руками, то делать это надо так. Месим до тех пор, пока тесто не начинает отлипать от пальцев. И после этого еще 2-3 минуты. В муке есть глютен, клейковина. При добавлении воды он набухает. А при интенсивном вмешивании образуют такие длинные нити, которые в свою очередь склеиваются в такую пространственную сетку, которая пронизывает все тесто. Обычно глютена в тесте 8, 10, 12, 14 процентов. Зависит от сорта муки. Его, кстати, из муки на производстве очень часто выделяют отдельно, а потом, добавляя к муке, доводят до нужного стандарта, который требуется по рецепту. Так вот, все подробности про этот самый глютен и демонстрацию этого каркаса и что с тестом происходит, когда в нем образовался этот каркас, я показывал в отдельном ролике. Если вы пропустили, посмотрите, это полезно. Это дает четкое понимание, насколько важно именно время и интенсивность вымешивания. Однако, хватит болтать. Уберу пока в духовку. Здесь и сквозняков нет, и температуру не спрячут. Выставлю 30 градусов. Так вот, только в этом случае, если вы не линялись во время вымешивания, глютен образует эти самые нить, создаст этот каркас, который будет удерживать в тесте углекислый газ, выделяемый дрожжами, из-за чего, собственно, тесто и будет интенсивно подниматься. Газ не будет уходить наружу. Займемся другим хлебом. Соотношения такие же. 500 граммов муки, 12,5 граммов дрожжей. Насчет дрожжей. Нет у вас свежих? Используйте сухие, инстантные. Только читайте на упаковке, на какое количество муки они рассчитаны. Соль с сахаром в этом случае и молоко. Насчет молока. Разная мука обладает разной способностью к влагопоглощению. Я перепробовал всякую, и в моем случае разница достигала 10%. Для сегодняшней я беру соотношение 320 граммов жидкости, в данном случае молока, на 500 граммов муки. Горчицу добавлю в порошке. И можно уже отправлять, вымешивать все. Вам советую начать вымешивание с соотношения 500 граммов муки на 290 граммов молока. Прервусь. Ну, вот так будет достаточно. Смотрите, какая консистенция. Если окажется, что для вашей муки 290 граммов жидкости маловато, добавляйте понемногу. При использовании в качестве тестомеса такого вот скоростного агрегата, глютеновый каркас образуется раза в два быстрее. Да и тесто ощутимо нагревается. Как и сам агрегат. Смотрите, не сожгите случайно. Добавляю подсолнечное масло с запахом. 20 грамм. А если у вас есть горчичное масло, используйте его. И еще полминуты вымешивания. Ну, вот и все. Теперь нужно дважды дождаться подъема этого теста в 2-3 раза. Отправляю его также в духовку. Прошло 50, даже 55 минут, и тесто поднялось. Смотрите, какое оно отличное. Сейчас в нем почти не осталось кислорода. Дрови хорошо поработали. А в условиях недостатка кислорода они переходят в анаэробный режим, в котором потребляют то же самое количество сахара, что и в аэробном, производят в 3 раза меньше углекислого газа. И при этом сами не развиваются. То есть КПД в 3 раза меньше становится. Поэтому сейчас нужно тесто хорошенько вымесить. Это, во-первых, еще больше разовьет глютеновый каркас, а во-вторых, насытит, ну, хотя бы частично. Это тесто кислородом. И, наверное, сразу и в верхнюю чашу поставлю. Одновременно вымесить не нужно. И вот теперь включаю. Достаточно, пожалуй. И надо отправить все на второй подъем. Опять в духовку. Сейчас колония дрожжей уже развелась, и второй подъем теста займет процентов на 30 меньше времени. Впрочем, это ускорение зависит от ваших дрожжей. Пока тесто второй раз подходит, подготовлю начинку для одного из слепов. Я же вам 3 хлеба обещал. Это у меня вяленые томаты, которые я храню в оливковом масле в холодильнике. Видите, оно застыло, и поэтому такими крупинками. Но сейчас в тепле кухни моментально просто станет прозрачным. Нарезаю их кусочками. Эти томаты я готовлю сам. Как я это делаю, я показывал в отдельном ролике. Если вдруг кто-то пропустил, то вот может щелкнуть сюда и посмотреть. Ну, или заглянуть в описание видео. Отдельно скажу. Есть некоторые крайне подозрительные товарищи, которые говорят, что ты все время продвигаешь свои ролики, занимаешься рекламой. Слушайте, отключитесь от канала, а? Когда я делаю рекламу, я так об этом и объявляю. Реклама у меня сегодня. И реклама на канале будет. А здесь я размещаю вот эти ссылки для того, чтобы те, кто не видел, мог без всяких вопросов щелкнуть и посмотреть, есть ли им это зачем-то надо. Я знаю, что никто не любит заниматься поиском роликов в интернете, тем более на канале, где вся информация плохо структурирована. Невозможно ли на канале это сделать? Может быть, когда-нибудь у меня появятся деньги, я создам сайт, и там сделаю нормальный поиск. Но пока все, что я могу сделать для облегчения информации на канале, это размещать в своих роликах ссылки на те блюда, на те продукты, на те заготовки, про которые говорю, если я про них что-то снимал. Бомбануло прям. Извините. Некоторые товарищи жаловали, что у них такие томаты в масле заплесневели. У меня, как видите, ничего такого нет. Ну, вот этого, наверное, хватит. Однако, вот вам мой совет. Одна из подписчиц, у которой была такая проблема, вышла из положения просто. Она заливает эти помидоры, вяленые уже, горячим маслом, практически раскаленным. Вопрос появления или не появления плесени на помидорах – это вопрос бактериальной чистоты в вашем помещении, в ваших банках и так далее. Если споры уже есть, то горячее масло, по идее, может эту вашу проблему решить. Наверное, пусть вот так вот и полежит, дождется своей участи. Ммм, обожаю концентрированный вкус. Ну ладно, ждем второго подъема. Прошло еще 40 минут, и уже можно формовать хлеб. Формочки у меня специфического размера, поэтому изгаляюсь вот так. Бумагу для выпечки кладу в качестве разделителя. Тесто для молочного хлеба разделю на две части. Эта часть отправляется обратно в комбайн, а к ней помидоры, и пусть вымешивается. А из этой части сформирую хлеб. Тут все просто. Нужно как бы обтянуть эту самую буханку. То есть я расплющиваю немного, оттягиваю и складываю вовнутрь. Еще раз расплющиваю и вот так вот складываю вовнутрь. И эту сторону тоже. Возникает ощущение, как будто обтягиваю ее такой тонкой резиной. И теперь швом вниз укладываю в форму. Вот так. Бумагой отделю место для второй буханки. Будем считать, что все перемешалось. Только надо постараться, чтобы помидоры на поверхности не торчали. Могут подгореть. Ну вот такая вот булка. И ее тоже сюда. Все, эта парочка готова. А теперь все то же самое с горчичным. В случае с горчичным, каждый шарик смажу ароматным подсолнечным маслом. Дело совершенно необязательное, но мне хочется получить раздельные булки. Ну вот так. А теперь один из самых важных моментов. Расстойка. Им чаще всего пренебрегают, и поэтому на выходе получают совсем не то, что могли бы получить. Накрываю полотенцем, затем вторым. Вот это второе увлажню сейчас, потому что у нас довольно низкая влажность, и значит поверхность тесто может пересохнуть. Пока я формовал хлеб, я выдавил из него весь углекислый газ. Ну и в какой-то мере насытил кислородом. Надо дать хотя бы 50-60 минут дрожжам, чтобы они уже в изделии снова поработали, снова навыделяли углекислого газа и подняли эти булки. Очень важно, чтобы температура при этом помещении была на уровне 28-29 градусов. Очень важно, чтобы не было сквозняков, потому что сквозняки моментально подсушат поверхность хлеба. Появится такая тоненькая корочка, и она опять же не даст хлебу подняться так, как он мог бы подняться. Сразу включу духовку. 200 градусов. На самый низ противень, и в него наливаю воды. Пусть нагревается и создает паровую баню. Встретимся через час. Видите, как поднялся? Красота. В печку его. Аккуратно, чтобы не обжечься. Если вы заранее не поставите в духовку противень с водой, то атмосфера внутри духовки будет очень жаркая и сухая. А значит, хлеб, попадая в эту самую атмосферу, очень быстро получит плотную сухую корочку. После чего теплота мало-помалу начнет проходить внутрь. И углекислый газ, который есть в этом тесте, попытается расшириться. И вот эта плотная сухая корочка не даст ему подняться настолько, насколько он мог бы это сделать. Поэтому такое вот увлажнение – это очень важный момент. Ждем. Какая красота! Всего у меня хлеб выпекался в духовке 45-50 минут. Но вы не ориентируйтесь на эти цифры. Все духовки пекут по-разному, поэтому ваш главный ориентир – внешний вид. Сейчас он очень горячий, и надо дать ему остыть. За это время лишняя влага из него уйдет, и мякеш станет еще более легким и воздушным. Хотя, конечно, чертовски трудно удержаться от того, чтобы отрезать и попробовать кусочек. Вам-то легко, для вас несколько секунд пройдет, а мне полчаса, а то и 40 минут ждать. Все остыло. Давайте смотреть, что там у нас внутри. Ай, красота! Какая красота! Так, сразу второе разрежу. Есть небольшое количество включений, но очень ароматное. Так, для пробы этот кусок и этот. Обалдеть! Аромат свежевыпечного хлеба – это какое-то волшебство. Да, я прекрасно понимаю, что вы мне скажете. Столько времени долкаться на кухне. Но, черт возьми, вот вы прикиньте, я тратил буквально 5, ну максимум 10 минут в каждом часе. За вот эти вот 4 или, получается, 5 часов, пока я занимался этой готовкой. Неужели у вас нет времени на то, чтобы потратить его на приготовление хлеба? В тот день, когда вы и так сидите дома. Ой, какое-то волшебство. Отлично. Так, ну а теперь с кусочком помидоров этих, томатов, вяленых. Они пахнут оливковым маслом. Они пахнут насыщенными помидорными вот этими вкусами свежего помидора. Легкая кислинка. Класс. Я вообще не очень люблю хлеба с разными непонятными добавками, типа семечек. Хотя, может, просто не попадался мне так, а пока хороший хлеб. Но хлеб или булочки с вялеными томатами. Хлеб или булочки с топинадой. Про топинаду я вам уже рассказывал и показывал. Можете найти на канале, но если вам лень искать, вот щелкните сюда, повешу ссылку. Попробуйте. Это классно. Такие, ну мне это представляется итальянскими мотивами в хлебе. Хотя, конечно, топинадо это не только итальянское блюдо. Это, в принципе, все Средиземноморье, все Средиземноморье топинаду ест. Так же, как и вяленые томаты. Супер. Я могу долго про это рассказывать. Давайте посмотрим, что у нас с булками. Так. Так. Какая красота. С булками, с горчицей. Давайте разрежем. И попробуем. Мякиш. Ну, мякиш, собственно, такой же практически. Слегка-слегка, чуть более желтый. Наверное, практически незаметно, да? Да. Практически незаметно. Но запах, запах отличается. Если вам нравится горчичный хлеб, пробуйте, добавляйте. Что касается количества горчицы. Я положил из расчета столовую ложку с горкой на 500 граммов муки. Если для вас это слишком сильный аромат, можете убавить. Можете попробовать начинать, допустим, с чайной ложки. Мне он очень нравится. Тут и сладость, потому что здесь сахар присутствует. Или легкий-легкий. Это аромат горчицы. Обожаю. Сюда бы еще горчичного масла. Жалко, что мне его не было. Потому что подсолнечное масло все-таки, все-таки отвлекает от вкуса и аромата горчицы. Попробуйте этот рецепт, приготовьте, вам точно понравится. И вливайтесь уже в ряды хлебопеков. Спасибо за компанию. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»